Привет, друзья, с вами Вайми, я продолжаю проходить Nuclear Throne, вышел еще один апдейт, добавили огненные шотганы и пофиксили какие-то клоповые баги. Огненные шотганы это очень интересно, но я пока что их не видел. Я немножко поиграл, чтобы открыть хоррор, потому что я хочу играть хоррором. Так что, поехали? Я не буду, наверное, никогда использовать его обилку, но мне нравится его другая обилка, которая позволяет ему получать больше мутаций, пассивная обилка. Сразу же получать урон, конечно, было не очень хорошо, но что поделать. Также у хоррора теперь после какого-то из недавних патчей стартовое оружие это ржавый пистолет, который чем-то отличается от обычного пистолета, но я не помню, чем именно. Но, в общем-то, хрен с ним. По-моему, он немножко лучше, но я не помню, чем именно, опять же. Возможно, там скорострельность или точность или еще что-нибудь, но хрен с ним. Что из этого всего мне нужно? Мне нужно Бойлинг Вейнс однозначно, мне нужно пригодиться вот эта вот фигня, остальное не очень. Ну, пока что Бойлинг Вейнс, потому что это обязательно нужно. Аптечки, которые больше меня лечат, это полезно, но это не настолько нужно, как иммун к взрывам. Потому что если у меня мало жизни, все равно спаунятся такие вот аптечки, которые восстанавливают по четыре. Ну, то есть это, по сути, сундук, в котором две обычных аптечки. Так что все нормально. Дискомет. Хрень, конечно, но пока что я поюзаю. В общем, пассивно Хоррор получает на одно улучшение больше при левелапе. То есть все персонажи получают четыре, Хоррор получает пять. И это хорошо. Активная его обилка — это радиационный луч, который тратит экспу и наносит немножко дамага, но в основном, основная его польза не в этом, а в том, что он забивает пули. Так что в некоторых ситуациях он полезен, но в большинстве ситуаций он не особенно полезен. Это его не убило. Какой толстый босс. Точнее, какой слабый дискомет. В общем, радиационный этот луч я его почти не применяю, потому что он в большинстве ситуаций бесполезен. Огненный шутган — да. Окей, это обычный шутган, который стреляет огненными пулями. Выглядит похоже. Не уверен, что из этого выйдет. Ну, разберемся. И он тратит дробь. Интересно. Интересно. Влеет ли на него вот эта вот фигня, что дробь лучше рикошетит? Потому что кроме нее у меня здесь практически нечего брать. Проверим. По-моему, да. По крайней мере, рикошетит он точно. Возможно, не лучше. Но все-таки. То есть, видимо, он оставляет такие на какое-то короткое время огненные вспышки на земле или типа того. Они дотят, так что ли? Или просто он сам дот навешивает? Не знаю, пока что не ясно. Но он дамаговый обычный шутган. Это практически... Я практически в этом уверен. Так что пусть будет. G-камер — это милишное оружие, которое тратит взрывчатку. По сути, очень скорострельная отвертка. В принципе, поначалу юзабельно, потом лучше сменить на что-нибудь другое. Но пока что ничего другого нет. Проблема в том, что у меня взрывчатки почти нет. Если бы у меня было много взрывчатки, тот же камер был бы хорошим вариантом. Огненный шутган мне пока что нравится. Не знаю, насколько он будет там хорошим или плохим дальше. Но пока что он очень даже неплох. Машину все равно взорвут. Я не могу ее спасти. Бойлинг вейнс у меня есть, но все равно в огонь я бы не хотел забегать, потому что он меня... Он меня задамажит до половины жизни. То есть да, он не может меня убить, но он может меня задамажить. Двустволка, пожалуй, даже нет. Из этого всего, наверное, восстановление патронов. Двустволка, конечно, хорошая, но мне пока что нравится мой огненный шутган. Возможно, он мне даже нравится больше, чем двустволка. Не знаю. Сейчас заспаунятся копы. Нет? Надо же, не заспаунится. Вот сейчас заспаунится. Окей. Справедливо. Против копов огненный шутган не настолько хорош. Да сколько их здесь? Окей, все, я сваливаю отсюда. Мне пофиг. Ну, каким-то образом я не получил там урона. Это хорошо. Но при этом на следующий уровень, по-моему, переходит копы, которых я не убил. А в принципе, наверное, стоит взять какой-то был сундук. Вот этот вот. Только сундуки из патрона. Не сундук, а корон, конечно же. На самом деле не уверен на 100%, потому что огненный шутган все-таки не идеальное оружие. Но, по-моему, сейчас больше хорошее оружие я чаще буду с врагов получать, чем из сундуков. Хотя, не знаю. Сундуков, наверное, тоже. Окей, аптечка. Слишком много стрельбы, хаоса и всего там подобного. Каким-то образом я выжил. Также, по-моему, этот шутган стреляет дальше, чем обычный. Ну, в смысле, летит дальше, чем обычный. По-моему, я убил босса. Нет? Нет, там просто что-то само взрывается. Очень массово. Вот теперь я убил босса. И следующий уровень. Гипер-райфл я, наверное, даже возьму вместо джек-хаммера. Правда, мне не хватает некоторых вещей, чтобы гипер-райфл был хорошим, но все-таки джек-хаммер уже не очень хороший. И, наверное, я возьму больше дропов. Гипер-райфл, наверное, лучше. Черт. Это, по-моему, была огненная двусволка или еще один огненный шутган? Видимо, огненный шутган выглядит похоже. Я пытался это прочитать и из-за этого умер. Ну, ладно, хрен с ним. Я достаточно далеко зашел первым же раном. Наверное, это все, потому что я несколько ранов до этого пытался выбить хоррора. Потому что выбить его сложно. Ну, открыть и выбить, естественно. Гранатомет. Не то, что я хочу получить на первом уровне. Но пригодится. Все? Все. Экспа? Нет. Ладно. Ну, в общем-то, гипер-райфл это, наверное, лучшее огнестрельное оружие, которое стреляет пулями. Потому что там скорострельность практически такая же, как у мини-гана, но при этом очень хорошая точность. Скорпионы все еще худшие враги. СМГ все еще худшее оружие. Ну, нет. На самом деле, нет. Не самое худшее оружие. Есть вещи и похуже, чем СМГ. Их мало, но они есть. С точностью СМГ довольно неплохая штука, но точности у меня нет, и пока что я ее не хочу брать. Булинг венец, однозначно. Да. Я не того оружия сменил, правда. Гранатомет плюс арбалет. Мне нечем убивать всякую мелочь. Но она мне и не особо надо. Если мелочь толпами, то гранатомет ее неплохо убивает. Если мелочь поодиночке, то арбалет ее нормально убивает, просто он кончается от этого. Проблема в том, когда мелочь толпами и близко. Тогда гранатомет ее, конечно, хорошо убивает, но он и меня при этом хорошо убивает. Хотя убить он меня не может, и у меня сейчас меньше половины жизни. Так что я могу спокойно стрелять в вор и не получать от этого урона. Я ненавижу скорпионов. Ну ладно. Ууу, лазерный пистолет. Я даже не знаю, вместо арбалета или, наверное, вместо гранатомета. Или ей все-таки нет? Нет, все-таки, наверное, нет. Потому что... Черт, я себя задамажу. Потому что гранатомет... Как бы арбалет и лазерный пистолет, они делают примерно одно и то же. Так что оба они сразу не нужны. А гранатомет делает немножко другое все-таки. Наверное, больше максимум патронов. Еще из полезного здесь есть максимум жизни, но... Нет. Задница хоррору дает больше экспы. То есть на уровне испаунится более толстые канистры с экспой. И из того, что здесь есть, это самый лучший вариант. То есть, по сути, на самом деле, это не очень хороший вариант. Потому что левела поограничены. Дальше девятого, по моему, уровня нельзя прокачаться. И это улучшение, оно меня просто приведет к этому девятому уровню быстрее. Но ничего после этого не даст. Ну и как бы, в принципе, сама по себе ничего не даст. Кроме более быстрой прокачки. Но все-таки более быстрая прокачка это полезная вещь. Тройной автомат это определенно не то, что я хочу использовать. Тройной автомат это бесполезное оружие. Он очень быстро кончается. И при этом он не очень дамаговый. То есть, это обычный автомат, который стреляет... Какой черт он выжил? Который стреляет по три раза за выстрел. Соответственно, да, он может задамажить трех противников сразу. Если эти три противника сразу стоят в строго определенных местах. Относительно меня. Но если они не стоят в этих местах, то он, по сути, является тем же самым обычным автоматом. Который при этом тратит в три раза больше патронов. Ну, на самом деле, он чуть-чуть скорострельнее обычного автомата. Но все равно. Черт, я могу пойти в секретку. Почему я не пошел в секретку? Ну, хрен с ней. Это не так уж важно. Окей, энергия и взрывчатка. И там внезапно был ассасин. Я не знаю, где он был. Но это выглядело так, как будто он вылез из этой саламандры. Ну, скорее всего, он просто рядом где-то лежал, и я его не заметил. Окей, это даже не взорвало нужную мне машину, но ее сейчас взорвут. Взорвут что-нибудь другое. Например, портал. Как я ненавижу тот факт, что портал взрывает машины. Больше жизни пригодится. Так же я ненавижу тот факт, что я не знаю, какой враг последний. То есть, если бы я знал, что это враг последний, я бы его не убивал. Потому что я там из-за этого пропустил сундук с оружием, в котором я не знаю, что было. У, лопата. Лопата с одной стороны хорошо, с другой стороны, пожалуй, нет. Ладно, я сваливаю отсюда. Возможно, стоило бы взять лопату вместо гранатомета. Но пока что я не хочу этого делать. Какого? А, я пропустил две канистры с экспой. Потому что мне не дало на два уровня пойти. А! Я могу брать у него экспу. Нет? Где он? Он внизу. Хоррор страшнее половины боссов. Но, к счастью, его все-таки можно убить. И он дропает какое-то приличное количество экспо. Ну, не очень приличное, но какое-то количество экспо. Опять же, корона любви. Только сундуки с патронами. У меня все еще нет ничего, что повышает мой урон. Это меня немножко печалит. Я бы не отказался от вазер-брейна, например, или хотя бы от страшного лица. В принципе, сейчас, наверное, даже страшное лицо будет полезнее, потому что у меня есть гранатомет, который я довольно активно использую. Аптечка. Окей. Это был первый раз за сегодня, когда я применил свою активную обилку. Да, сраный снайпер, перестань жить. И я обрезался в ракету. Неудачный спаун. И неудачный тот факт, что у меня не было ничего, что увеличивает мой урон. И у меня к тому же еще и патроны к вазру кончились в самом начале этого... Ну, они почти кончились. Я просто переключился до того, как они кончились, конечно. Но все равно на уровень их бы не хватило. Окей. Это не особенно удачный первый уровень, но... Хотя бы... Я не получил урона пока что. Лазерный пистолет, это очень хорошо. Все? Нет, не все. Где-то сверху еще что-то. Окей. Где-то сверху еще куча экспо. Хороший первый уровень, на самом деле. Он не очень хороший в плане того, какие там враги, но он очень хороший в плане того, что я из него получил. Лазерный пистолет, кучу патронов, кучу экспо. И из этого всего я возьму, пожалуй, увеличение жизни. Потому что это самое полезное, что здесь есть. Окей. Гранатомет. Взрывчатка. Дискомет мне не нужен. Ну, блин. Странные скорпионы, почему они умеют ломать банки с экспой? Почему я не заметил эту банку с экспой? Почему вообще банки с экспой разрушаются? Сундуки нельзя разрушить. Их можно только подобрать, вставь на них. Ну, пройдя по ним. То есть враги ничего не могут сделать с сундуками. И я ничего не могу сделать случайно с сундуками. Банки с экспой почему-то можно расстрелять. Издалека. И враги это тоже могут сделать. Почему все бесполезно? Окей. Так, перед тем, как воевать с боссом, я хочу все зачистить. Шотган. Нет, не то, что мне нужно. Босса проще убивать из гранатомета. На него нужно 4 попадания. Но один раз я промахнулся, но он все равно умер. Окей. Мне казалось, на него нужно именно 4 прямых попадания. Но, видимо, нет. Канализация. Левого апа я не получил за предыдущий уровень, что печально. Но, к счастью, я все равно убиваю крысу с одного. Даже без улучшения всяких. Так что все нормально. Теперь надо не забыть пойти на секретный уровень. Если у меня будет такая возможность. Потому что гранатомет у меня есть. Окей. Так проще. И вот он справа, это самый секретный уровень. Окей. Где что еще есть? Здесь я был. Очевидно. Судя по, куча трупов. Да, здесь был мой старт. Окей. Слева сверху я вроде бы тоже был. Да, тут тоже ничего нет. Тут была банка с экспой. Тут был проход дальше. Ага, понятно. И это последний враге. Так, ну я возьму вот это. Я возьму вот это потом. Должно сработать. Да. Окей, отвертка мне пригодится, чтобы пойти на секретный уровень на следующий. И страшное лицо, потому что вазер-брейна нет. Так. Окей. Да, двуствольный огненный шотган. Я даже откажусь от вазерного пистолета. Двуствольный огненный шотган. Это слишком круто. Я, правда, скорее всего, случайно взорву машину. Но, блин, это двуствольный огненный шотган. Как я могу его не взять? Просто двуствольный шотган. После этого как-то даже не хочется подбирать. Надо будет посмотреть на Вике, в чем... Суть огненных шотганов. Ну, они, наверное, лучше обычных. Я бы предположил, что они лучше обычных. А какого... А, вот. Активировался второго раза почему-то. И это последний враг? Может быть, да. Окей. Что мне нужно? Немного взрыва мне нужен. Задница не настолько полезна. Окей. Черт, шотганеры. Красный это не шотганеры или желтый это не шотганеры? Я не понимаю. С ракетами нужно быть аккуратнее. Они меня не могут убить взрывом, но они меня вполне могут убить прямым попаданием. Потому что они прямым попаданием наносят тоже урон. По-моему, четыре. Так, я возьму сначала сундук с патронами. А, это мимик. Окей. Это сундук с аптечками оказался в итоге. Ну, оно мне нужно было. Золотой шотган? Нет. Золотой шотган это неинтересно абсолютно. Так, ну теперь главное, чтобы патроны не закончились в неподходящий момент. Ну, хотя, в принципе, золотой шотган, ну, нет, он не лучше, чем отверстка, потому что у меня есть дустоволка огненная. Он определенно дотит каким-то образом. То есть, когда я попадаю по боссу, босс потом еще несколько секунд получает урон. Все, он взорвался. Ура. И портал открылся, потому что ко мне вся экспа прилетела. Окей, что в плане оружия? Базука. Лучше, чем шотган. Что там в плане оружия? Сплинтер-пистолет тоже, в принципе, лучше, чем шотган. И, возможно, лучше, чем базука. Не уверен. Но я возьму точность, потому что точность с огненной двустволкой, по-моему, будет очень неплохо сочетаться. Так, окей. Мне нравится эта пушка. Мне не нравится, что у меня патроны почти кончились. Ну, с другой стороны, у меня есть базука на сочи, если у меня кончатся патроны, так что я всегда могу сделать вот так. И вот так. И вот так. Эм. Окей. Патроны, токсичный лук мне абсолютно не нужен. Попган мне тоже абсолютно не нужен. Он неплохой, поначалу. Но сейчас не начало. Базука веселая вещь. Стоит ли ее менять на сплинтер-пистолет? Наверное, нет все-таки. Окей. Окей. Все, все. 19 патронов шотгана, это не очень хорошо. Ну, что поделать, что поделать. Надо брать улучшение, которое позволяет мне таскать больше патронов. Надо брать улучшение, которое позволяет мне получать больше патронов. Ну, в смысле, которое больше предметов дропается. И все тому подобное. Ну вот, немножко патронов я получил Уже хорошо Так, этого парня я взорву из базуки Потому что парни с машинами опасны Он не может меня убить Потому что машина вроде взрывается до того, как наносит урон попаданием Но все-таки Все-таки он неприятен Убийство ускоряет мою перезарядку Маленькая жизнь ускоряет мою перезарядку Больше скорости Я даже не знаю Наверное, убийство ускоряет мою перезарядку Из этого всего Два выстрела на этого парня Неплохо Из базуки на него тоже два выстрела Базука, правда, с большего расстояния эффективна Так что это плюс базуки И минус шотгана Но шотган, по-моему, немножко скорострельнее И немножко менее опасен для меня самого Точнее, он вообще менее опасен для меня самого Шотганом я себя убить вроде как не могу вообще Окей, куча дроби Еще немножко дроби У меня максимум взрывчатки, но у меня очень не хватает дроби Это меня немного печалит Конечно, тут еще проблема в том, что двустволка тратит по два Патрона на выстрел Ну, потому что это двустволка, логично Но все-таки Этот парень еще не активировался Так что я все еще не могу попасть Вот теперь я могу попасть На секретный уровень И я хочу это сделать Да, все Пока, неудачники Потому что я хочу корону, которая дает мне патронов больше Потому что это хорошая вещь с таким оружием, которое у меня сейчас Правда, сейчас у меня будут проблемы Эм, я сразу же убил босса или я убил не босса? Нет, ведь меня убил не босса Вот теперь я убил босса Окей Почему-то этот босс ничего не дробного полезного, правда Ну, что поделать Меня радуют эти коридоры, когда у меня есть базука Они меня не радуют большую часть времени Потому что Что-то в меня стреляет откуда-то, где я это что-то не вижу Но когда у меня есть базука, я могу просто стрелять в коридор И там все умирает Правда, я теперь не могу подобрать все, что там лежит Потому что там все еще куча всего живого Что стреляет меня оттуда И убивает меня Что меня... Я не заметил того выстрела, который меня убил Ну ладно, что поделать Но огненные шотганы это очень веселая штука Отвертка это не очень веселая штука, но... Поначалу сойдет Окей, патроны Где банка с экспой? Или я уже ее взял? Не ясно Видимо, я уже ее взял Хрен с ней Плохой первый уровень Нет левой лапы и плохое оружие Ну, перезапускаться лень Ну и тем более отвертка, она мне понадобится Если я хочу попасть на секретный уровень И... Ну, на тот секретный уровень И получить золотую пушку Так что я даже не буду брать... Молоток Но все-таки отвертка это не очень хорошее оружие Ура! Лазерный пистолет это очень хорошее оружие Все? Видимо, да Я ничего не пропустил Окей Второй уровень получше Максимум патронов В прошлый раз мне его не хватало Я, наверное, вообще не буду брать задницу Потому что я уже объяснил, почему она мне не нравится Она дает преимущество сейчас Но она не дает преимущество, когда я Получу максимальный уровень Точно так же, как, например Ласт Виш Не дает... Ну, то есть он дает мгновенное какое-то преимущество Но он не дает ничего, кроме этого Ласт Виш, если кто-то не помнит или не знает Восстанавливает полностью жизнь И прибавляет немножко патронов То есть, если у меня один хитпоинт там То да, Ласт Виш брать стоит Потому что иначе я просто умру на следующем уровне, скорее всего Если у меня не один хитпоинт Ласт Виш брать не стоит Потому что если я выживу без него, то... Лучше взять что-то более полезное Окей, шотган... Нет, я все еще хочу попасть на секретный уровень Больше дропов, наверное В прошлый раз мне этого немного не хватало Сейчас получается ранка... Стоп Когда я успел убить босса? Окей, я чего-то не понимаю Ну хотя нет, это был третий уровень, однозначно Но почему-то я не заметил, как я убил босса Или заметил, как я убил босса, не знаю, в общем Я туплю, наверное А Джек Хаммер нет К сожалению, хоть он и более скорострельный на отвертку Он не позволяет попасть на секретный уровень Так что я его брать не буду Сюда я попаду... Попаду, если я найду гранатомет на этом уровне То есть я подберу гранатомет, открою секретку И подберу обратно свою отвертку или лазерный пистолет В зависимости от того, на что я буду... Что я буду менять на гранатомет Но я не думаю, что я найду гранатомет на этом уровне, потому что уровень кончился Ну ладно Макс ХП У меня нет эмонных огню Так что огонь меня убьет, скорее всего Вот так примерно Я не навяжу эти огнемета Они еще так расположены всегда подло И они не включаются сразу Они включаются там через несколько секунд после старта уровня Так что вроде как ничего не происходит Я бегу вперед и получаю из огнемета Потому что он включается, когда я уже под него зашел К счастью, они довольно слабо дамажат Если через них просто пробежать, а не стоять в них Плазма Мне кажется, это последний враг Так что я сделаю вот так Я сделаю вот так И я сделаю вот так Плазма довольно интересное оружие Но оно мне сейчас не поможет Потому что меня сейчас убьют Или нет Видимо нет Но плазма довольно неплохое оружие Но перерасход патронов жуткий Так что, пожалуй, я все-таки С лазером побегаю какое-то время Хотя ситуационно Можно использовать плазму Чтобы нанести чему-то конкретному много урона А, странные мимики, как я их ненавижу Золотой гранатомет Я даже не знаю Ну, почему бы и нет Почему бы не побегать с плазмой и с гранатометом Это плохая идея Спойлер Но это весело Золотой гранатомет, он Как обычный гранатомет, только золотой Нет У него гранаты летят сильно быстрее Так что они, во-первых, летят дальше Во-вторых, ими проще попадать Что хорошо Что нехорошо, это то, что Это гранатомет И я им очень легко могу убить себя Так же ассасины все еще очень подлое И почему-то я не убил его плазмой Возможно, он успел ее отразить своим ударом Я не уверен, что он может отражать плазму своим ударом Но Это единственное объяснение, которое у меня есть Почему я его не убил Потому что я выстрелил И плазма, я увидел Этот зеленый шарик плазмы Который вылетел в его сторону В упор к нему И то, что он не умер Либо он отразил этот шарик плазмы Либо плазмы не хватает, чтобы его убить И в этом случае какой ужас Не хотят Окей Возможно, я что-то пропустил Не знаю На хрен с ним Но сейчас очень хороший старт Лазерный пистолет и золотой гранатомет Ну, золотой гранатомет Это теперь всегда старт Но лазерный пистолет Это очень хорошо Проблема в том, что гранатомет Уже почти кончился Но я всегда могу найти к нему патронов Главное его не выкидывать А выкидывать я его не собираюсь Потому что это золотой сраный гранатомет Золотой лазерный пистолет Был бы более хорошим вариантом, конечно Но, увы Хотя гранатомет золотой мне тоже очень нравится Как бы большая часть золотого оружия Она в основном полезна тем, что она со старта есть То есть там золотой шутган Золотой лазерный пистолет Золотой арбалет И это все полезно исключительно тем, что она дается со старта И это все не нужно находить Золотой гранатомет он полезен тем, что он лучше, чем обычный гранатомет Причем заметно лучше Так что в плане полезности золотого оружия Наверное, все-таки гранатомет это самое полезное золотое оружие В том плане, что Как бы если я нахожу на первом уровне лазерный пистолет То нет разницы, есть у меня золотой лазерный пистолет или нет То есть есть небольшая разница Потому что золотой он все-таки немножко лучше Он там, по-моему, чуть дамаговее или чуть скорострельнее Или нет, он, по-моему, чуть точнее Что абсолютно ничего, ни на что не влияет Потому что обычный лазерный пистолет и так идеально точный Ну, почти идеально точный В случае с гранатометом он сильно быстрее летит Так что им намного проще попадать И им намного проще убивать тех, кто далеко Золотой шотган еще в этом плане полезен По сравнению с обычным шотганом Потому что он прибавляет одну дробину То есть урон у него увеличивается на два Два это не так уж много, но все-таки Там восемь дробин вместо семи, по-моему, все-таки Но тоже довольно неплохо Больше максимум патронов, это всегда нужно Арбалет со мной перешел, и СМГ со мной перешел К сожалению, мне ни то, ни другое нафиг не нужно Потому что у меня есть мой лазер И мой гранатомет, конечно же И сраные шотганеры, которые стреляют с большего расстояния, чем То, с которого я их вижу Читерство Я могу пойти на секретный уровень И я пойду на секретный уровень, потому что там есть Полезные вещи Конкретно там есть экспо Экспо это полезные вещи Но перед этим я попытаюсь зачистить весь этот уровень Где-нибудь есть еще враги, или это последние Потому что если это последние В принципе, какая разница Я могу сделать вот так, это откроет Да, это откроет И теперь пойти сюда Потому что я хотел подобрать этот сундук Но если это последние враги, и я бы их убил То это открыло бы портал, в общем, вся фигня Но можно сначала открыть нужный мне портал И потом уже пойти туда Это все не очень хорошо Но, наверное, Бладуаст Восстановление жизни, когда я убиваю врагов Ну, шанс восстановить жизнь, когда я убиваю врагов Враги кончились, я пропустил сундук с оружием И, по-моему, сундук с патронами Но мне никто не другой не особенно нужно В данный момент Мне нужен и Лазер Брейн, или страшное лицо Но это мне не дают Печаль Почему я сегодня еще ни разу не видел Лазер Брейна? Без него плохо Особенно учитывая, что я, по-моему, в каждом ранее видел лазерное оружие Но ни в одном я не видел улучшения на лазерное оружие По-моему, черта Экспо подбирайся Ну, возьму, конечно, шутган Потому что у меня нет второго оружия Но в целом обычный шутган не очень полезен Огненный шутган Это другое дело Огненный шутган я возьму, если я его вижу И я не буду его даже на всякий там лазерный пистолет менять Ну, хотя На лазерный пистолет я огненный шутган сменю, если я зайду достаточно далеко Потому что все-таки Где-то после третьего мира уже Огненный шутган обычный не настолько хорош Там уже надо двустволку Охрен с ним Ну, у меня сейчас нет лазерного пистолета Чтобы брать лазербрейн Ненависть Привет, золотой скорпион Мне тебя не хватало Лови гранату Лови еще гранату Он умер? По-моему, он умер Окей, все остальные тоже умерли Сладгер? Нет Я получил урон от каких-то мелких личинок Которые незаметны во всем этом хаосе Личинки подовые, броди Они мелкие и незаметные Я даже не знаю, с чем в руках мне подбирать патроны Но в любом случае у меня почти полные патроны Так что это не важно Проблема в том, что оружие у меня не очень хорошее Ну, кроме моего гранатомета Но гранатомету не помешало бы Бойлингвейн взять, чтобы я себя не мог убить Но мне его не дают Ну, меткость Буду пытаться сделать Шутганера То есть я хочу огненный шутган Или хотя бы не огненный шутган Хотя бы там двустволку или обрез Обычная Ну, конечно же, мне ничего подобного не дропнется Потому что Потому что это такая игра Слишком много всякой ереси со всех сторон Я убил себя гранатой Потому что я переключился, чтобы выстрелить в эту крысу Но мелкая крыса подбежала близко Я нажал пробел, чтобы переключиться Но, видимо, я нажал выстрел чуть раньше, чем пробел Так что я выстрелил и потом переключился И умер от гранаты Без Бойлингвейнс плохо быть с гранатометом Но что поделать Ну, ладно Тогда, наверное, на этом на сегодня все Я надеюсь, вам понравилось Мне определенно понравилось Огненный шутган это веселая штука Но Спасибо за просмотр С вами был Вайми Пока Пока